легенды возвращаются дорогие друзья космический рейнджер hd у нас на канале друзья с вами феникс и мы будем сегодня делать первый взгляд на эту игру скажите что игра стара до игра довольно очень стара но это действительно за эту игру можно сказать действительно что я за нее рад что она вышла на отечественном рынке вышла в принципе на мировой рынок и вот очень отлично знаменитая компания катавы который сделал уже довольно очень много хороших игр в том числе есть уже и мой игры знаменитые которые славятся тем что они очень красиво рисует данной версии игры очень очень свое время завоевала большие большие награды и сейчас вот в 2013 году они решили перезапустить в новой графике они так и ну принципе почти игровой геймплей не поменяли ничего не сделали конечно не затронули и спасибо это им просто решили выпустить в hd графики чтобы новые компьютеры могли запустить вот эту вот игру да и в конце концов все вот эти новые семерки восьмерки чтобы и вы и на них смогли поиграть в эту замечательную игру так если кому вообще кто не знаком со вселенной космических рейнджеров то я вам очень советую игру потому что даже она идет коллекционным изданием вроде как и если вы хотите кому-то нам своим знакомым который край в компьютерные игры сделать подарок то я думаю ему будет очень приятно очень приятно если он не знаком со вселенной этой космических рейнджеров ему будет очень приятно увидеть это переиздание вожди качестве это будет отличный подарок а так тем кто не знаком со вселенной сейчас мы с ней познакомимся мы первом взгляде поиграем немножко в нее чем она отличается это аркадными своими боями принципе они от аркадности допустим какой-нибудь космические пулялки почти ничем не отличаются я имею 2d шина пулялок помните такие были игровые автоматы в детстве или приставки или какие лет дэндис помните какие они там были такие аркадные бои и вот здесь вот это присутствует еще уникальность космических рейнджер of сильно сильно им сказал уникальности первой части космических рейджет второй части космических рейджер of это текстовые квесты в игре присутствуют текстовые квесты вы отвечая на вопросы идете дальше по квест вы можете там и умереть и выиграете выйти в какой-то другой какой-то вариант то есть это вот это вот почти наверное основная составляющая данной игры это и самая интересная часть в этой игре ну по крайней мере для меня я очень это помню любил вторую часть я пропустил свое время я ее так мельком посмотрел и пропустил сейчас я вместе с вами буду так скажет сказать наверстывать упущено ну и третью часть со мной сильной составляющей игры это именно во второй части первой части не было это стратегические бои планетах это что-то типа common conquer а когда мы помним что помним те миссии где мы строим базу в принципе как и обычная любая ртс стратегия мы строим базу строим своих юнитов идем в атаку защищаем свою базу и так далее там подобно в принципе режим стратегии в эту игру тоже добавлен и скажу я вам что он здесь тоже очень хорош в принципе вся игра будет просто потрясающий всем я очень сильно советую это действительно хит ну что же хорош болтать пора начать показ игру так нажимаем новая игра попадаем на выбор раз как мы видим каждый раз а имеет свои плюсы и минусы они описаны ниже допустим даже можно посмотреть и поиграть за пиратов то есть такие как бы вроде бы подклассы и вроде бы и нейтралы как бы почти что но есть федерационные корабли ну давайте допустим рассмотрим человечество небольшой но хороший защищенный корабль отличный защитный экран денег нет плохие отношения с пилинг спилингами то есть у каждой стороны которые вы выберете какие то есть плюсы какие то минусы допустим от у пиратов большой маневренный корабль для дальних полетов оборудование устаревшие ужасное отношение с молоками пилингами и феями феями нами но мы выберем по стандарту человечество здесь можно выбрать уровень сложности смотрите допустим выберем легко полностью здесь вот можно смотрите настроить уровень сложности под себя то есть не обязательно выбирать какой то если вам не хочется это все настраивать можно просто выбрать легкий нормальный или тяжелый или невозможный уровень либо настроить под себя с помощью вот здесь вот здесь вот уровень противников разброс цен ученые поломки оборудования зданию до черные дыры то есть вот здесь все можно настроить под себя то есть но мы не будем этим сейчас заморачиваться также мы здесь дальше нам предлагает выбрать бонусы вроде как бонус всего два можно выбрать я помню по моему так ну нам один бонус вам дают за человечество другой бонус мы можем выбрать так это начальный навык точность начальный навык маневренность техник обаяние лидерство возьмем техника допустим так дальше нам предлагает начальные оборудование гаджеты взять так ну давайте ракета мед возьмем ракета мед возьмем и собственно здесь можно выбрать имя и какой-то железная воля не помню что это а за привет вообще хардкор мод здесь запрещено сохраняться работы только 100 авто авто сейф при взлете но тут такая вот штукенция но и нажимаем далее идет описание так скажем брифинг начальный генерируется полностью себя звездная система то есть теперь вся звезд система развивается помимо вас то есть здесь нельзя сделать так чтобы вы примут были супер нагибатором все остальные как бы были вас слабее нет если вы покупаете какое-то сильное оружие искусственный интеллект соответственно наряжает свои своих юнитов еще более мощным оружием то есть гораздо сильнее быть соперника нельзя в этой игре так создание планеты по-моему то ли загрузка идет или сейчас что-то нажать на мама да идет создание планет у нас дорогие друзья так генерации кораблей у нас идет такой вот в стиле цивилизации назовем и так то что я думаю в цивилизацию многие играли найдет и генерации мира мир в этой игре очень большой точнее это даже планеты которым мы будем путешествовать торговать заниматься в игре можно чем угодно чем угодно вот сгенерировался наш мир и нас приветствует вот такой вот черт его знает кто в этой игре тем любителям которые почитать квесты вы здесь найдете очень действительно интересный текст который можно интересно почитать потому что как до этого я говорил в игре присутствует текстовые задания квесты которые вы будете выполнять это в игре предостаточно так желаете ли вы пройти обучение ну давайте нажмем меня допустим улья уже уже обучен мы все-таки первой части играл довольно тесно вторую как я говорил для мельком так он не говорит что сегодня наш центр тополь согласно обещание рейтингу рейнджеров является одним из образованных как правило наши пилоты рейнджеры добиваются невероятных успехов так так было столетие назад так будет и сейчас но вы на его на его это мы я имя не стал менять просто обязаны оправдать наши надежды так у нас наверно тут есть какой-то выбор так ну допустим получить микро модуль уважаемые на его сегодня мы готовы вложить следующий микро модуль траляляляля но здесь вот они различаются нам хватает всего лишь вот на последний вихрь за 220 хорошо возьмем его какой-то модуль вы взяли хочу поучаствовать в развитии вашей базы пожертвуйте денег нет у меня денег еще вначале нет так вот здесь есть у нас это с ним поболтать торговый центр здесь находится наш так называемый трюм нашего корабля здесь мы можем по моему что-то продавать что-то покупать есть различные модули на наш корабль соответственно мы их можем продавать покупать без некоторых модулей корабль просто не будет двигаться в космосе так а нет вот наш трюм у нас какой-то активатор захвата есть какой-то генератор защиты видите все светится кружится на тот момент это смотрелось очень потрясающе здорово хоть сейчас это смотрится очень здорово знаете такая приятная графика на вид какие-то дроиды магазин оборудование они этот магазин оборудование все-таки первый это был наш трюм да вроде бы так информационный центр здесь будем мы читать какие происходят новости то есть про что я говорил вселенная космических реже развивается одновременно вместе с нами то есть если мы что-то делаем и значит и вселенной что-то происходит 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 это как мы выбирали уровень сложности можно там это все дело настраивать совершенно случайным методом так вот он наш ангар ножка кораблик корпус ок бок 0 то есть мы даже готовы к взлету так вот мы можем взлететь здесь наверное еще можно с нами какие-то корабли запускать так вот здесь можно настраивать наш корабль точнее наверное как-то его прокачивать нашего корабля можно так сказать все сделано очень интересно удобно всякие вот эти вот при бомбасе которые мы можем установить куда-то никуда-то мы не можем установить наверное что это такое хоть позволить разве скорость дача это двигатель двигатель так вот сколько двигателей 450 19 454 двигатель лучше чем это двигатель так хочу такое ракета мед давайте вставим тоже вооружение вот у нас получился такой вот первый корабль он сколько стоит денег показано корабли есть разные здесь мы можем ремонтироваться так ну что здесь мы можем заканчивать наш ход то есть сидеть на базе можно планете сейчас мы выходим в космос открытый вот мы вышли в космос ну чё полетели вперед вот есть у нас мини карта такая допустим хотим полететь сюда 5 ходов займет у нас это дело вот мы отправились она случайно методом может кто-то напасть вот пролетела строит на него можно было высадиться допустим в игре можно заниматься чем угодно допустим можно торговый торговый заниматься как допустим в корсаров онлайн можно воевать с кем-то на кого-то нападать сейчас мы приземлимся на эту вот эту штуковину планета нептун исследование местности что это за волны какие-то у нас нет какой-то штуковины чтобы чего-то исследовать надо какие-то модули прибамбасы покупать у нас пока этого нету ладно так взлетать корабль то есть здесь делать нечего ладно взлетаем отсюда нептун ничего-то не обитаем так неинтересно так к истории полета в корабль разговор с кораблем какой корабль найти он какая-то штука минерал смотрите давайте его подберем мы можем так вот долетать подбирать минерал исследовать планеты высаживаться воевать то есть возможности в игре очень много и вас не привязывает делать что-то определенное так вот мы начинаем собирать минерал так как его взять вот мы его собрали вот что такое научная база время давайте слетаем посмотрим играть в это действительно интересно если немножко разобраться хочу вот найти какой-нибудь здесь постоянно разные текста вы с кем-то можете ругаться налаживать отношения что-то они меня не рад тут видеть хочу лучше свое оборудование допустим я вот что-то хочу уложить точность то есть весь разговорник идет в стиле такого староподобного квеста это очень интересно так как заправить свой корабль вот чё интересно мне за интересно задны для исследования а у меня денег сколько так вот теперь мы можем полететь на нептун и исследовать его так как взлет тут пыш-пыш хочу по новостям вот видите когда какой день мотая визите 22 января 2030 год и здесь что-то пишут допустим в порту планете инкар буду задержано судно для кушера черт там полицейские собаки обнаружили в трюме этого корабля партию наркотиков оружие преступник выйдет на свободу не ранее чем через два месяца то есть если грубо говоря туда прилететь через два месяца вы его может там реальный встретить то есть это реально то что здесь пишут это происходит в системе допустим иногда вот допустим как это сообщение информационные потоки системы вакхар перестали поступать в мировое инфополе последний сигнал на всех частотах сос очевидно система сектор зонду теперь захвачена доминатором по моему какая-то некая раз который против всех сразу одна то есть если мы полетим в эту в этот сектор найдем вот этот зондур то есть мы можем получить хоть награду или какой там в квесте в каком-то поучаствовать то есть это очень довольно интересно так вот выглядит наша вот он кстати этот где какой там сектор был это вот как называются сектора по которым мы можем путешествовать довольно видите как очень много так положить маршрут чистить маршрут нет я хочу в открытый космос в ангар келки ok что взлетаем выходим в космос то где вот это нептун тут была планета где-то здесь снизу до каких-то штуковин сейчас купили вроде сейчас мы можем его поисследовать сейчас попробуем это сделать что же мне даже самому интересно этого не помню в первой части вроде бы да и вроде этого не было есть уникальный тут квест вы можете попадать в тюрьму то есть квест начинается там начинаете как бы в тюрьме выживать все такое так вот и штуковина сейчас мы будем исследовать вот пошло исследование смотрите то получить какая-то осталось 55 дней а это ускорить можно если сюда низко спутник класса c производит разведку на равнины на 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 срок эксплуатации вода равнины на так как и понять что когда он закончит исследования м то есть вы здесь можно оставить а то есть можно сюда через 55 дней вернуться и он это самое да подождите нет ну м м что-то от этого я не помню по первых первой части такого не было добавка в вторую часть давайте ладно зону здесь оставим она думаю никто его не упрет но мы потом это по не потерять чтобы это когда мы исследуем исследование территория то давать еще в космосе что-то поищем эти очередь такой астероид центр рейнджеров интересно вот чуть такое минералы тут интересно эти минералки к себе и заберем а сеть центров мурац объявляет об открытии новой станции в системе мурац путем голосования для станции было выбрано красивое имя бродяга космос космолетчиком переданы на то есть вот помимо нас система развивается и это что такое кто это так я могу так путем с ним общаться мне нужны деньги и ты мне дашь конец связи поторговать хочешь торговать хочешь так что у нее есть чуть такой черная не 100 мой трюк как с какой страны я тебе вот это продал а у него какие-то оружие есть эти минерал продам купил на могу с ним повоевать но мы это сделаем потом сейчас мы еще раз соберем собираем эти минералы все таки так есть все могу на них нападал еще чуть нашел так астероид содержание полезную скорость ладно на солнце я могу лететь верни самоубийца так вот здесь какой планет еще есть земля так от солнечной системы и мои медицинский центр объект не обогнение зоны действия радара давайте летаем посмотрим чуть такой полетели то есть пока вот так и отлечу туда ходы мои идут на меня может это на папират и вы сами видели какое количество можно был там выбрать вот это летит транспорт к транспорт не кстати какой-то ты куда эту штуковину делать транспортники смотрите вот я начал у него атаковать началась война кто кого-то делает я его ли он меня какой транспортник живучий все мы его начинаем делать он начинает убегать от меня ну что же он не умирает ты во я его победил из него видите выпало всякие то есть можно так вот заниматься вот так пиратством допустим как я сейчас это сделал самый простой способ но вы за это теряете репутацию свою с какими-то там раз сами с какими-то станциями с какими-то планетами делай собирает убедить собрать это он оружие выпало эти подберем его теперь пока когда его разбил я могу техник какой-то теперь я могу грубо говоря на это все делал продать на рынке купить себе какой-то модуль апгрейдить себя чуть такое поделать интересное так вот рядом нет с кем нельзя поговорить не жаловы земля где марс юпитер а марс то где сатурн ты марс это меркурий венера где марс а вот и марс марс обитаем мы это узнаем здесь сколько 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 всяких кто-то прилетает на плане но они все занимаются своими делами как и вы собственно вот он марс проживающая раса люди население 423 миллион экономический экономический тип индустриальный политический строй диктатура отношение к вам нормально то есть у каждой как говорил планеты или там конструкторы к вам будет какое-то определенное отношение так приветствую соотечественника рейнджер на мы всегда рады видеть вас на планете марс если вот для меня специальное задание пришло время потренироваться вперед вас ждет много сражений прежде всего приступить серьезно задание вам присоединяем тактику бою роботов но мне по этой миссии боевой сейчас я принял ее то есть подсчитать здесь довольно интересно кто вот лидерам старых так называемых старых квестов и и и и и и и и и Продолжение следует... Новый робот построен... Новый робот построен... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...